здравствуйте друзья добрый вечер едем мы со светланой по ночному хайвею я и говорю свет давай поговорим о недвижимости мы вчера ходили на 4 open house нам показали 4 дома но в смысле два были домами и два были таунхаузами и они за хорошие денежки скажи вот мы мы почему показываем такое вот какой наш интересный пример но мы сами персонально очень люблю релостей так вот получилось что вдруг неожиданно когда мы приехали в эту страну 25 лет назад мы вначале вообще очень боялись релостейта всякого потому что мы тоже были не устроенные у нас мы приехали без денег совсем ответственность большая и свою первую недвижимость мы покупали со слезами на глазах и смысле о том что сможем ли мы и оплачивать двух иноплоиментов прошло это время и после того как должен был куплен уже такой нормальный дом вдруг какой-то проснулся такой интерес вот такой вообще запитере все таки отклинишь на секунду я от одной мысли о том ваш мы же из москвы мы из боли из большого города поэтому свет и киевлянкина тоже много лет москве жила и слово дома собственный дом у меня это сразу образ такой был что я должен поставить лестницу залезть на крышу и на этой крыше что-нибудь прибивать знаете и мне от этого становилось так плохо мысленно что вот когда мы купили квартирку первую а купили мы ее как света сейчас сказала когда мы поняли что если вдруг мы оба останемся без работы то двух пособий по безработице нам хватит чтобы оплачивать эту квартиру еще покушать там и бензин там и страховка и мы мы сказали ну в таком случае вот мы как люди очень стремящиеся к безопасности не рисковые вот мы тогда я скажу более того да у миши был вообще какой-то это самое ступор в этом смысле он вообще не хотел ходить ничего смотреть то есть у меня было такое желание хотя бы хотите смотреть что есть на рынке а я знаю чем это кончается это да ты еще не знал тогда это наш первый опыт хотел ничего смотреть и первую нашу недвижимость мы купили в том доме где мы рентовали то есть просто буквально рынок сыпался в это время и у нас доме там продавалось сразу пять или шесть сори семь или восемь да и вот и я его уговорила пойти посмотреть самую дешевую квартиру и мы пришли она была раздолбана вообще то есть я не знаю что можно было сделать квартиру мы делали ремонт сами да и денег на ремонт не было вот но это он хотя бы согласился посмотреть и вот эту квартиру мы рискнули купить да а с этим домом боже ну хорошо в России традиционно люди все должны потом уметь делать руками в наше время так было да мы не такие большие умельцы мы никогда ничего особо не умели делать хотя приходилось долбать эти железобетонные стенки но здесь когда вы подумали что ой а куда идти а что делать это все так дорого и конечно хотел с этим связаться но потом постепенно подожди давай мы вернемся к началу ты рассказываешь о том что мы потихонечку вросли в это дело но вот мы сделали четыре видео вот вчера что мы хотели показать какой какой был месседж вот что мы хотели донести до нашей аудитории просто для любопытства ну посмотри конечно в силиконовой долине жизнь очень дорогая давайте как вы здесь живем это наш мир мы в нем живем от него приспособились у нас за 25 лет тоже произошли изменения во взглядах в топах мы смотрим на этот рост и только под себя его подгоняем да то есть миримся ли с тем что есть или как-то его как одну одну вещь скажу свет вот 25 лет которые мы здесь живем из них 23 или там 22 года мы владеем какой-то недвижимостью и я хочу сказать что даже в то время когда вы покупали первую квартиру нашу за 130 тысяч которые сейчас 800 стоит мы покупали за 130 тысяч она не казалась нам дешевый мы не потирали руки от того какая дешевизна мы были в ужасе от того как это более того ну эти квартиры вы покупали они уже такие были не не первой молодости им тоже уже был там лет 15 или 12 да и мы думали вот повезло же тем кто в самом начале купил такую квартиру когда она стоила 65 тысяч и как им было и не было легко ни в какие годы никогда никогда не было легко покупать тело стоит мы жили вот в лос-алтес и наш сосед говорила что в шестидесятом году на 45 тысяч купил там в лос-алтес часто меньше миллионов нет ничего и он и это не было легко он продал в другом статике новый другая был новый дом он в другом штате продал выплаченный дом и дал ставим имен за этот дом который стоял шестьдесят пять послал военный шел в отставку а это было очень дорого есть конечно он из китая приезжают покупает на киши чемоданом денег и покупают на нерусе даже но нормальным людям это всегда дорого дорого если я просто чего что если люди покупают ну два с половиной миллиона это дорогочек но допустим вот за миллион четыреста они берут дом который более менее уже даже отремонтироваться в приличном состоянии можно въехать если есть два молодых человек допустим или не таких молодых которые хорошо зарабатывают скажем два инженера или там один инженер другой я не знаю там как быть я перед тогда значит света я хочу сказать это то есть что дело в том что мы смотрим на эту недвижимость глазами людей которые здесь живут да мы тоже нам тоже не чужды эстетические какие-то потуги и желания но дело все в том что здесь есть некоторая реальность и мы к этой реальности уже привыкли мы смотрим не на вообще не сравниваем дом силиконовой долине с домом на рублевке возле нас дома здесь и в нашем сознании тоже произошла некоторая трансформация мы понимаем что здесь дешевле что здесь дороже что стоит вашего что стоит инвестировать а что слишком увеличенная цена которую хотят продавцы и так далее то есть мы смотрим с локальной позиции поэтому обсуждение о том что надо за такой дом вот такой сарай на рублевке может купить дворец ребят не катит вообще никак меня но причем тут не мы мы не сравниваем и сравним здесь у нас сознание произошли изменения вот уж смотрели раньше найти сарае горели боже какой кошмар вот как можно в таком сарае и он стоит таких денег но он стоит таких денег это цена рынка и от этого никуда не денешься дальше вопрос такой вот я разговаривал одно время назад с одним парнем и он говорит я тут в одной компании обсуждал как плохо жить в силиконовой долине грида и о чем же речь он говорит я сказал что здесь плохо жить потому что жилье недоступно то есть ты хочешь жить нормально что ему ответили да нет подожди секунду что ему ответить мне не интересно интересно что я ему ответила я ему сказала что одну да у нас цены такие высокие но никто не сказал что все должны кто приехал в америку же силиконовой долине есть в америке много мест где жилье гораздо дешевле и можно жить там здесь давно живем и те кто давно живут они находятся в поезде который идет на всем это сам другие правила игры там другие скорости скачать в этот поезд могут немногие это нужно понимать поезд уже на ходу не стоит на остановке не давай я вернусь к тому что чего я начал где-то подключилась последний раз я говорил о том что если двое молодых ребят и они хорошо зарабатывают но у нас сегодня допустим программист не бог мистом он 5-6 лет там у него опыта какой-то пайтон вот он пишет и он там свои 150 тысяч уже получает значит если у него супруга ему под стать вот они уже получают 300 тыс вопрос и вот в чем но допустим если он программист пишет на пайтоне в тех штатах где есть технология таких штатов уже сегодня довольно очень много там релостейт намного дешевле и у него будет оставаться намного больше свободных денег если он купит более приличный дом то есть материального столов вам по качеству жизни он будет это если нас интересует вопрос где у него будет выше качество жизни а я говорю о другом я говорю о том что если дом стоит там полтора миллиона то это говорит о том что есть на местности очень много людей которые в состоянии купить которые считают что именно здесь и нужно жить и вопрос о другом статье не стоит вообще нет теперь смотри дальше что получается значит если человек приехал вот как мы когда-то там 150 долларов на человека и два чемодана то нам конечно очень сложно быть почему вот мы так тяжело даже квартиру несчастную за 130 тысяч как мы сложно покупать у нас не было ничего мы просто с нуля были мы же не могли продать квартиру тогда ничего нельзя было сделать сейчас когда люди приезжают у них ну у многих есть какой-то загашник нам сейчас скажут что цены обрушились рубль обрушился там еще но тем не менее а если мы говорим про американцев и все таки значит кремниевая долина это не исключительно такое место где вот живут недавно приехавшие снг люди они формируют рынок недвижимости нет здесь очень много денежных потоков из самых разных стран мира и в особенности соединенных штатов как таковы если человек жил где-то в сша я не знаю где вот он в лос-анджелесе жил может быть он в чикаго жил или там во флориде и может быть он уже тут третьем поколении или в пятом или в десятом у него есть деньги он тут продал дом он там продал дом у него у него были какие-то деньги чтобы дать down payment и все это если люди платят такие деньги а света делала поиск мы были в такой ситуации вчера что я говорю свет давай поедем вот раз мы сегодня не уезжаем никуда давай мы сходим на какой-нибудь там опенхаус и света пошла посмотреть что я не могу было свет но в саневэле дешевле чем миллион 200 ничего не было а по количеству сколько было и три всего было всего 3 3 open house на весь саневэл мы и на огромный город и мы не пошли но не такой огромный но достаточно большой и мы не пошли никуда в саневэл мы пошли в mountain view потому что в mountain view было что ну мы пошли в mountain view и это мой интерес такой посмотреть на перестроенный дом потому что я сегодня мне нравится такой стиль и в общем я пошла посмотреть как это сделано вот самый самый первый из этих роликов из 3 где дом перестроенный очень современный вот всего сегодня мне нравится такой стиль мы уже отошли от такого стиля дворцового когда все снести и построить Нет, дело не в этом, но когда стиль дворец, пускай так немножко облегченный, да, но с колоннами, с мрамором и так далее, с красотой, вот с лепниной, с молдингами и так далее. Мы уже от этого ушли, и сегодня у нас современный, да, и вчера мы, кстати, говорили с агентом, который там присутствовал, и она сказала, что сегодня, да, она не чувствует по продажам, что спрос на такие более современные дома растет, потому что... Не чувствует? Чувствует, чувствует. Молодые ребята тоже. Потому что это молодые ребята. И, кстати, вот в долине, вот в те годы, когда мы уже делали передачу о домах, которые называются Эйклэрс, тоже был всплеск такой интереса к современным домам, и этот архитектор или конструктор, кто-то... Архитектор? Архитектор, он вышел вот с конструкции этих домов, которые выглядели по тем временам 50-60-х годов очень модерново. На самом деле были очень дешевые постройки, ну, совсем копейки какие-то строили, и они наводнили долину этими домами. И вот сейчас... Свет, с точки зрения вот тенденции, давай мы посмотрим. Ну, вот цены как бы заоблачные, да? Мы, с одной стороны, говорим, что есть люди, которые... у них есть деньги. С другой стороны, мы понимаем, что людей все-таки много и далеко не у всех есть деньги. Есть учителя, есть пожарники, есть полицейские, есть люди, которые не получают по 150-170 тысяч. Значит, тенденция какая? Ну, я думаю, что тенденция такая, что, во-первых, сейчас строится гораздо больше квартир, да, и тенденции, и они строятся... Ведь Америка всегда была одноэтажной. Вот сейчас мы смотрим, что строятся новые дома, уже 4 этажа, и это все будут квартиры или кондоминиумы, что-то. То есть долина, в условиях, когда нету возможности расширяться вширь, да, она поднимается вверх. Я когда на работу еду, я вот каждый день вот проезжаю, те, кто наше видео смотрит, они видят, как вдоль Эл Камина Рил, главной улицы Кремниевой долины, там посносили всякий мусор, и сейчас вот ставят 4-х этажные такие внушительные здания. Ну, я думаю, что направление Рил Эстрида именно в эту сторону и пойдет, то есть будут строиться более многоэтажные дома. Больше квартир. Больше квартир, да, и, конечно же, ее вот с владением, например, отдельным стоящим домом, оно будет переходить больше в квартиры, где, ну, фактически мы превращаем... Мы превращаемся в мегаполис, многоэтажный, да, но у нас нет пока небоскребов, но появится со временем. В Сан-Франциско есть? Да, в Сан-Франциско есть в даунтауне. То есть в условиях, когда нет возможности использовать лишний плачок земли, все это будет подниматься вверх. Ну, и кроме того, я думаю, что перспектива такая, что в основном все жилье будет съемное. Не все, а просто... Ну, значительная часть. Просто многие люди будут все еще не ориентовать. Да, дело в том, что даже ориендуя жилье, да, то есть ты не платишь уже таких, как раз, если сравнивать, например, вот мы в свое время хотели купить жилье, чтобы оплачивать его с двух иноплейматов, в этом времени уже нету, нету таких цен, да? Нету. Но если сравнивать сегодня, сколько человек должен платить моргидж, даже если ему списывается интерес этого моргиджа, по сравнению с тем, сколько он платит за квартиру, где он не несет никакой ответственности, то все-таки, наверное, денег свободных у него остается больше во втором случае. Тут есть тонкость, состоящая в том, что на продолжительном отрезке времени гораздо выгоднее владеть, чем, например, снимать, потому что цены на рент растут, 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 а цена, за которую ты купил, ты ее зафиксировал однажды, и дальше ты выплачиваешь, и ты приобретаешь нечто, что само по себе способно приносить доход в будущем, если ты сдашь ее. Да, это правда, но это если ты работаешь на нормальной работе, и может тебе позволить, потому что если уже цены на квартиры, это, извините, миллион долларов, 2-2 спальни, то это... Нет, ну так, такого еще нету. Ну как, вот 800 тысяч стоит уже. Ну 800, ну все-таки, да. Я говорю, под миллион, да? Вот, но тенденция такая, да, молодые люди, которые заканчивают колледж, они будут румейтиться с тем, чтобы иметь более дешевое жилье. В общагах жить, так сказать. Да, да, в общагах жить, которые сдаются, то есть поменяется облик. По мере того, как они что-то зарабатывать, они будут как-то улучшать свои там, что личное жилье. На самом деле, другая тенденция состоит в том, что все это будет размазываться по карте. То есть, если сегодня это сосредоточено в долине, то дальше это может быть там 10 миль, 20 миль, 30 миль. То есть потихонечку люди просто будут привыкать к более продолжительному комью. То есть, если ты посмотришь, как люди в Нью-Йорке работают, на Манхэттене, они совершенно спокойно едут там полтора часа в конец. Да. И это норма. В Нью-Йорке это норма. И кроме того, мы вчера показывали вот эти дома, которые уже в трех этажах отдельно. Ну, это таунхаус, да? Эти дома. Но это не мыслимо иметь квартиру, например, в трех уровнях. Каждый день бегать по этим этажам с сумками. Для молодых ребят нормально. Но с другой стороны, если тенденция идет, что в кондо будут строиться там, может быть, 10-этажный дом или 12-этажный дом, и в нем квартира, то есть, все-таки стоимость этой квартиры не должна быть такой высокой. Другое дело, что инфраструктура нашей территории позволит ли она иметь такое количество людей, такое количество машин, потому что все-таки дороги не резиновые, да, и так уже трафик и все такое прочее. Я думаю, что именно этим лимитировано количество людей, которые могут проживать на метачке, поэтому он действительно будет расширяться. Некоторые говорят, знаешь что? Они говорят, что вот это пузырь, а вот когда лопнет пузырь, вот тогда все это вместо трех миллионов так и будет стоить свои 350 тысяч, которые они считают, что вот оно так должно было бы стоить, почему они оценки дают, я не знаю, но вот им как-то кажется, что все это вот... Ну, на наших глазах было много пузырей, его стоит, ну, по крайней мере, три. Три, да. И они лопались. И они лопались, и действительно, проперти падали, процентов на 20 от своей цены. Да. А потом, когда экономика снова шла вверх, она носит цикличный характер и восстанавливается, может быть не так быстро, как раньше, но восстанавливается, и цены идут еще выше. Я бы сказал так, что каждые 10 лет удваивается стоимость, и когда обвал зависит от цены, точнее от диапазона ценового. Значит, если ты в самом низу ценового диапазона, то оно, может быть, и падает, но как бы несущественно, потому что там все равно остается какой-то достаточно высокий спрос. Людей с маленькими деньгами гораздо больше, чем людей со средненькими, а людей с очень большими деньгами на порядке меньше, чем со средненькими. Поэтому я помню, например, такое, когда интернет бум ввалился, а тогда было много людей с дурными деньгами, то есть, скажем, простые ребята, которые, ну, просто на зарплате, и вдруг на них падает несколько миллионов, вот там, из того, что компания выходит в паблик и так далее, и они так, тяп, тут хватанули, там хватанули чего-нибудь, и вот они теряли это все, потому что обесценивались эти stock options, и зарплата падала, они теряли работу, там еще что-то, они не могли уже это платить. И вот, я могу сказать, что в Саратоге, а это такое место дорогое очень, пятый зипкод в стране по дороговизне домов, значит, там упало процентов на 40. Мы как раз тогда и купили дом, когда это произошло. Так вот, на 40% упало. В Лос-Алтасе, где мы жили до этого, упало на 28. В Лос-Алтасе, где был такой дорогой. Они падают, конечно, но в этот момент сидят, когда все это падает, да, то сидят люди с ожиданием, у которых есть деньги, у которых не последняя копейка, они сидят и радостно потирают руки, ждут, когда же оно наконец упадет до низшей точки. И ходят торгуются, страшное дело, да. И все равно соскупают, и те, которые продают, конечно, страдают на этом, но те, которые покупают, они радостно потирают руки, что они сделали хороший дел. И как только экономика выруливает, вот даже вот, ну вот мы продали свой дом, и он уже сейчас, просто я уже вижу, какие дома продаются за такую же цену, уже просто вообще несерьезно. То есть мы продали дворец по цене сарая. Нынешнего, но это время прошло. Да. Что еще сказать, вот когда цены падают, и вообще как бы экономика падает, то вроде бы ты смотришь, там вот стоила вещь, там, я не знаю, 2 миллиона, теперь за нее хотят там миллион 400, например. Но, поскольку желающих продать много, а желающих купить и способных купить как бы не так много, и обычно они так с кешем таким ходят, вот. Ну или совсем кеш-кеш, или, допустим, у них есть деньги, там они банкам дают. Вот. И они уже ходят и начинают торговаться, и те, кто хочет продать в условиях, когда цены упали, им приходится еще и на это скинуть. То есть одно дело у людей денег меньше, а другое дело ситуация неблагоприятная. Ну кто рулит рынком, да? Либо продавец, либо покупатель. Ну правильно, но они еще ходят и вот начинают руки выкручивать и так далее. Ну а сегодня приходят 15 оферов на один дом, и не хочешь, не бери, а вам цена. Ну что ж, Свет, я думаю, что мы поговорили о недвижимости, и эта тема бесконечна. Такая же, как иммиграция, любовь, поиск работы и где деньги, Зин. Вот. Ну, так мы еще поговорим. Вы, главное дело, включайтесь активно, задавайте вопросы, обсуждайте, а мы так уже о наболевшем всегда можем высказаться. Счастливо! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok